МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Брянская губерния» и информационная программа «События». В студии Кирилл Пухляков. Здравствуйте. В поселке Кокино открыли пристройку к детскому саду «Мозаика». Рассчитана она на 55 детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. На что пошли областные средства и насколько комфортно в новой пристройке будет малышам, лично убедился глава региона Александр Богомаз. Смотри сюда. Снег идет пальчиками. Снежок идет. Зимнее волшебство можно создать здесь. В каждой из четырех групп есть не только вот такие интерактивные песочные доски. Детская мебель, игрушки, развивающие игры. В новой пристройке к детскому саду «Мозаика» в Кокино сделано все для детей до трех лет. Есть группы даже для малышей младше года. Пристройка была нужна, так как проектная мощность нашего детского сада рассчитана на 200 детей. В данный момент посещает у нас 197. Это в этом году. Раньше было и по 220 у нас деток, буквально года два назад. Ну, надеюсь, и дальше будет еще возрастать у нас рождаемость. Вот, поэтому 55 мест для детей раннего возраста для нас просто необходимо. Дорогие друзья, самые радостные и торжественные моменты! Аплодисменты! На торжественном открытии глава региона Александр Богомас, председатель областной думы Валентин Суббот, председатель думского комитета по образованию Людмила Журавлева, депутат Госдумы Николай Щеглов, руководство Выгонического района. Стройку начали весной 2021 года. Средства – бюджет области. Это часть большой работы в рамках нацпроекта «Демография», который ведется в Брянской области несколько лет. Я думаю, это не только детский сад, а это именно желание жителей, которые хотят, чтобы после себя оставить именно наследнику, тех наследников, которые и продолжат и дело, и родители, и бабушек, и дед, и самих. И, конечно же, приятно то, что сегодня область, мы всячески стараемся поддержать те семьи, которые хотят пойти за третьим, за четвертым, начиная с второго уже. Если у человека рождается третий ребенок, то он получает 200 тысяч из областного бюджета. Можно сказать, что не самого богатого бюджета Российской Федерации, но тем, если взять и посмотреть ту помощь, которую мы оказываем, то она будет одна из самых высоких. Мы это будем в десятки по России по помощи при рождении третьего ребенка. Ну и, конечно же, условия, в которых наши дети должны расти, воспитываться. Это детские сады, ясли, школы, которые мы сегодня строим. Если взять эту простройку, то она построена за счет областного бюджета. Это ту инициативу, которую Брянская область выступила еще три года назад, когда в стране была принята программа через Министерство образования строительства ясель в наших регионах Российской Федерации. И мы тогда первое предложили, чтобы строить не только ясли, а строить ясли детские сады. Почему? Потому что, во-первых, это намного дешевле. Почему? Потому что ясли должны быть одноэтажные, только на первом этаже располагаться, а детский сад может на втором этаже. Когда мы строим, как сейчас будем сдавать, мы сейчас сдали, буквально в конце прошлого года, на 270 мест в старом аэропорту. Сейчас мы строим детский сад на 200 мест в Почепе, где также самое будет ясли детский сад, детский сад в Суземке. И вот сегодня данная пристройка к детскому саду, она за властные деньги, где мы возмещаем те места, которые должны быть созданы за счет властного бюджета, ясельные места. Но мы там, где построили ясли детский сад, и плюс к этому мы дополняем ту сумму, которую выделяет федеральный бюджет, именно пристройки к детским садам. Ну, во-первых, мы здесь создаем условия хорошие, действующие детскому саду, еще получаем на 55 мест именно ясельные группы. Гордость младшей группы – музыкально-физкультурный зал, где есть спортинвентарь и электропианино. Здесь малыши будут развивать свои музыкальные и физические возможности. Осмотрел губернатор и группу для детей до года. Здесь у нас пеленальные столики, уже раздевалки для того, чтобы создать условия для полизания деток. Предусмотрены мамеж для маленьких деток, стульчики для кормления. Буфетная у нас оборудована холодильниками, литроволновкой, стерилизаторами для купилочек. То есть, нужно хоронить, разобливать. В новую пристройку к садику набрали уже 31 ребенка. Двери для малышей будут открыты с февраля. У меня один сын, Кирилл, которому 6 лет, он заканчивает садик, он идет в школу. Ждем второго малыша. Очень красивые игрушки, очень красивые дизайны группы, очень красивое оформление. Я под большим впечатлением, очень нравится. И с удовольствием приведемся во втором малыша именно в эту пристройку. Для детей это, конечно, супер. Очень красиво, очень уютно, игрушки и ремонт, и все. Помимо самой пристройки, за средства областного бюджета облагорожена территория садика. 10 теневых навесов, закуплены и установлены новые малые архитектурные формы, навес для санок и колясок, уличное освещение, уложена рулонная газонная трава. Благоустроена и заасфальтирована территория, установлено новое ограждение. Если взять вот за эти последние, как я сказал, 3 года, мы выделили в основу бюджета более миллиарда рублей именно на строительство детских садов. И создали таким образом более 2000 мест для наших детей. Это, я считаю, целенаправленная работа, которая позволяет по-хозяйски, рационально использовать средства, использовать деньги федерального бюджета и, конечно же, использовать деньги в основу бюджета, для того, чтобы не только их освоить, а как можно больше создать мест для наших детей, современных мест, современными условиями, где, как правильно сказали, чтобы наши родители желали идти в это дошкольное учреждение, сюда проводить своих детей и в дальнейшем создать, которые будут созданы, хорошего слоя для хорошего воспитания и образования в дальнейшем, для воспитания достойного родителей нашей страны. Также в рамках открытия новой пристройки к садику слова благодарности прозвучали не только от воспитателей и родителей, но и от журналистов. 15 районных редакций получили новые служебные автомобили. Средства были заложены в областном бюджете. Наши машины работящие проработали от 15 и более лет. Прошли расстояние от Луны и обратно. Естественно, свой весь ресурс выработали, а это такой замечательный подарок. Андрей Мамошин, Виктор Левченков, Сергей Дюков. События в Иганический район. Дядьковскую школу номер 3 отремонтируют за 77 миллионов рублей. Наряду с десятками других образовательных организаций Брянщины она вошла в федеральную программу модернизации школьных систем образования. Масштабные работы уже стартовали. Азы английской грамматики и все остальные школьные предметы в этих стенах изучают уже более полувека. Два года назад средняя общеобразовательная школа номер 3 города Дядькова отметила 55-летие. Самое время для капитальных преобразований. И они уже начались. Не так давно и в основном здании и в корпусе начальной школы завершили замену оконных блоков. Вот-вот доделают и откосы. Ранее удалось решить главную проблему – заменить кровлю. Крыша не течет. Пора приниматься за преображение внутреннего пространства. Где ребенку приедет не учиться? Именно в благоустроенном кабинете, в красивом, хорошо оформленном, естественно. И также вот эта замена и этого линолеума, и ремонт кабинета, оно позволит нам соответствовать требованиям господженадзора, то есть реализовывать их. Заменить износившийся и несоответствующий современным требованиям линолеум и провести ряд других ремонтных работ, наполнить классные комнаты удобной и функциональной мебелью и необходимым оборудованием. Воплотить все это в жизнь позволяет участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». В ее рамках школа получит более 42,5 миллионов рублей на основное здание и около 35 миллионов на корпус для начальных классов. В каждом кабинете будут стоять столы и стулья, которые легко регулируются по высоте. А в кабинете химии их дополнят оборудованием для проведения практических работ и демонстрации лабораторных опытов. Модернизация ждет и кабинет технологии. Необходимо, конечно, в кабинету дополнительно еще швейные машины, гладильную доску, пособия новые, обновленные. Они, конечно, есть, но уже хотелось бы, чтобы были более современные. Все это обеспечит соответствие школы федеральным государственным образовательным стандартам. Преобразится и спортивный зал. Он и сегодня светлый и теплый, однако основательный косметический ремонт здесь просто необходим. Деньги в этом году будут выделены, надеюсь, на это. И мы приведем этот спортивный зал в самый лучший зал города Дядьково. Я думаю, что это у нас получится. Ждет ремонт и столовую. В третьей школе это помещение многофункциональное, легко превращается в актовый зал. В общей сложности в рамках госпрограммы. Развитие образования из федерального бюджета на условиях софинансирования Брянщине выделят полтора миллиарда рублей. Десятки школ станут более комфортными и современными. В приемке выполненных работ планируют активно задействовать родителей школьников. Ольга Макушникова, Сергей Дюков. События Дядьково. По заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, за время новогодних праздников от ковида в России привилось почти 800 тысяч человек. Как прошли новогодние прививочные будни в Брянской поликлинике номер 4. Наш следующий сюжет. Юрий Евгеньевич, Вы впервые пришли на вакцинацию, правильно? Чем желаете привиться? Спутник Ви или эпивак корона? Спутник Ви. Хорошо. Сегодня у нас с Вами первый компонент. Второй компонент будет 2 февраля. Раньше этого числа приходить нельзя, позже можно. Вот так точные вопросы проверка анкет, измерение сатурации, температуры и артериального давления. Пациент готов проследовать в процедурный кабинет для введения вакцины. В настоящее время есть все вакцины. Спутник Ви, спутник Лайт, КовиВак и Пивак Корона. И все вакцины в достаточном количестве. Решает пациент сам, какой он хочет вакцину. Некоторые советуются с врачами, но мы этого не требуем. Если пациент хочет данную вакцину, мы данную вакцину ему предоставляем. Время на каждого пациента примерно 5 минут. Еще полчаса нужно посидеть в коридоре, прислушавшись к своему организму. Хотя, по заверению медиков, побочка – вещь очень редкая. Это вообще минимально меньше 1% мы это анализировали. В основном бывает повышение температуры, но это нормальная реакция на клипку. Небольшое повышение температуры день-два, небольшая боль в месте инъекции. И все остальное переносит пациенты замечательно. Причем старшее поколение переносит лучше, чем молодое поколение. У них даже меньше температуры вызывается. Самые первые прививки в 4-й поликлинике начали делать в конце 2020 года. Сегодня в лечебно-профилактическом учреждении прививочные кабинеты работают во всех структурных подразделениях. Открыты у нас три прививочных пункта по улице Фокина 40, а по переулку авиационному 2 и по станке Димитрова 102. Также есть дополнительные пункты вакцинации. Это у нас на станке Димитрова 106. Это у нас здесь в поликлинике в дневном стационаре, чтобы разгрузить очереди и обеспечить доступность данной услуги пациентам. В 4-й поликлинике прививку от ковида можно было сделать в течение всех новогодних каникул. До праздников немножечко затихание было, как у всех. Наверное, на новогодние праздники мы работали все праздники каждый день. По 30-40 человек в день вакцинировали пациентов. В настоящее время, вот на этой неделе после праздников, заметна активность. То есть уже по 140-150 человек в день. Очень многие сейчас приходят на ревакцинацию после 6 месяцев, после вакцинации. По многочисленным комментариям медиков и эпидемиологов, к концу января-началу февраля ожидается очередной рост заражений ковидом. Его вызовет новый штамп вируса омикрон. Специалисты 4-й поликлиники готовы принять всех желающих вакцинироваться. В пиковые дни три пункта иммунизации могут принять до 500 человек ежесуточно. Помимо этого, прививки от ковида можно сделать на дому. Для этого нужно подать заявку по телефону. Алексей Есипенко, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Продолжение темы. Брянская область ожидает поставку вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК-М для подростков от 13 до 18 лет. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей Брянска. Нужно ли прививать молодежь? Наверное, нужно. Я привилась. Конечно, обязательно. Всех надо прививать. И подростков, детей, взрослых. Сколько сейчас болеют, я думаю, что нужно. Нужно. Почему? Ну, я по себе скажу. Мне она подействовала в положительную сторону. Ну да, это надо. Потому что, чтобы выработать коллективный иммунитет, чтобы никто не болел. Каждый человек переносит по-разному. Поэтому это желание на самом деле каждого. Заставлять тоже никого не нужно. Думаю, что нужно. Опасений столько много, что не приходится успокаиваться. К другим новостям. 12 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. В 2022 году российская прокуратура отмечает грандиозную дату – 300-летие. И во все времена у работников прокуратуры особо важная миссия – защищать права и интересы россиян. Во все времена прокурорские работники отличались высоким представлением о долге и стуидливости. Неклонным желанием честно и добросовестно служить своему отечеству. Сегодня работники прокуратуры Баянской области – это сплоченный коллектив юристов, профессионалов. Традиции деятельности, которых заложили наши уважаемые ветераны. Прошедшие большой профессиональный и жизненный путь, они и сейчас передают свой опыт действующим, особенно молодым сотрудникам. Благодарю весь коллектив органов прокуратуры Баянской области за вклад в укрепление законности и правопорядка. Поздравляю с профессиональным праздником. Желаю новых успехов и достижений. Доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким. Сразу после основного выпуска программы событий осмотрите специальный репортаж, посвященный трудовым будням сотрудников Брянской прокуратуры. Губернатор Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Основная тема – реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Суть программы заключается в обеспечении качественной информационной инфраструктурой и высоким уровнем качества госуслуг в удобном формате, в электронном виде. На 2022 год на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» за счет областного бюджета предусмотрено финансирование в объеме более 32 миллионов рублей. «Цифровая трансформация» коснется 10 отраслей. В саму стратегию включены 77 проектов. При этом «Цифровая трансформация» указом президента России определена как национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года. Стартовал отбор проектов, которые могут быть реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования на 2022 год. Конкурс проводит региональный департамент внутренней политики и ассоциация Совет муниципальных образований Брянской области. Предложить свои инициативы могут жители Брянской области, ТОСы, группы активистов и общественные некоммерческие организации. Проекты могут касаться приведения в порядок воинских захоронений, мест отдыха, контейнерных площадок для сбора ТКО, озеленения территорий, благоустройства спортобъектов и другого. Авторам проектов вначале нужно направить свои предложения в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается их реализовывать. Победители получат финансовую поддержку в объеме до 2,5 миллионов рублей в зависимости от численности населенного пункта. Проекты принимаются до 15 марта 2022 года. Печальная новость пришла 12 января из регионального управления Росгвардии. На 1954 году ушел из жизни ветеран внутренних войск полковник запаса Александр Павлович Малюх. Он родился и вырос в Одессе, проходил службу во внутренних войсках МВД России. В 2005 году получил назначение на должность начальника штаба воинской части 6703 города Брянска. Участник боевых действий в Приднестровье, Карабахе, а также на территории Северо-Кавказского региона. В 2015 году уволен с воинской службы и работал в должности военного комиссара Жуковского-Дядьковского районов и города Фокина. Всю свою жизнь Александр Павлович посвятил служению Отечеству. Был предан своей профессии и внес неоценимый вклад в развитие войск правопорядка. Руководство и личный состав управления Росгвардии по Брянской области скорбит по поводу кончины боевого офицера и выражают глубочайшие соболезнования его родным и близким. Возможности Пушкинской карты стали больше. С 1 января этого года каждому участнику программы на карту будет перечислено 5000 рублей. Карта действует на всей территории России. Подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг. С февраля 2022 года участниками проекта также станут кинозалы. По Пушкинской карте можно будет приобрести билеты на отечественные кинофильмы, поддержанные Министерством культуры России и Фондом кино. Молодые люди смогут потратить до 2000 рублей из общей суммы карты в 5000 рублей. По информации Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации, Брянская область вошла в топ-5 регионов по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Пушкинская карта». С 1 сентября учреждения культуры по данной программе посетили более 40 тысяч человек. А прямо сейчас специальный репортаж Ольги Ловиной, посвященный профессиональному празднику сотрудников прокуратуры. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Три столетия назад, 12 января 1722 года, именным высочайшим указом Петра I была учреждена российская прокуратура. При ее создании императором ставилась задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядка в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. За период своего становления и развития прокуратура стала надежной опорой государственной власти, важнейшим звеном правоохранительной системы. Брянская прокуратура появилась в год создания области в 1944. С момента образования более 70 лет сотрудники Центрального аппарата прокуратуры Брянской области размещались в трехэтажном историческом здании на бульваре Гагарина. Работники буквально ютились в тесных кабинетах. Ока Государева остро нуждалась в новом помещении. В 2015 году Брянскую прокуратуру возглавляет государственный советник юстиции 2-го класса Александр Войтович. Ему удается добиться включения областной прокуратуры в федеральную программу по строительству благодаря поддержке Генеральной прокуратуры и правительства России. За довольно короткий срок было построено современное пятиэтажное здание прокуратуры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. В 2017 году состоялось его торжественное открытие. По инициативе Александра Войтовича улица, на которой расположено новое здание прокуратуры, носит имя бывшего прокурора Брянской области, генерального прокурора СССР Александра Рекункова. На фасаде здания размещена мемориальная доска. А в 2021 году в честь юбилейной даты 300-летия прокуратуры России при поддержке региональных и городских властей состоялось грандиозное событие – открытие сквера, в центре которого установлен памятник Александру Михайловичу Рекункову, работа известного брянского скульптора Александра Ромашевского. Сегодня работники прокуратуры – это около 450 человек, из них полторы сотни женщин. Как и 300 лет назад, главными задачами для прокуратуры остаются службы народу, защита конституционных прав и свобод человека, государственных и общественных интересов, обеспечение законности и правопорядка, борьба с коррупцией и преступностью. За некоторыми уголовными делами без преувеличения следит вся страна. Вспомним историю семилетней девочки Маугли. Ее приемная мать, у которой шестеро своих кромных детей, не занималась воспитанием приемной Ирочки и не ухаживала за ней. Малышку, запертую в доме, в ужасном состоянии случайно обнаружил сосед. С левой стороны была комната, закрыта на щеколду. Из нее шел смрад мочи, такой затухший уже порядочно, видно, долго она там была. Ну, стало интересно, я открыл щеколду и увидел, что сидит маленький ребенок. На вид мне показалось года три. Потом, как выяснили полиция, сказали, что ему семь лет. Девочка была крайне истощена, а ноги обморожены. Семилетняя Ирочка весила всего 9 килограммов. После реабилитации в больнице малышка немного окрепла, и теперь у нее новые родители. А в отношении бывшей опекунши было возбуждено уголовное дело по статьям истязания и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Помимо этого, в адрес главы Брянской городской администрации внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц. За ходом расследования уголовного дела осуществляется контроль со стороны прокуратуры Брянской области. Точку в этой истории поставил суд в феврале 2021-го. Наталья Зубачева получила 8 лет тюрьмы. Она также должна выплатить на реабилитацию девочки полмиллиона рублей. Год колонии получила и сотрудница органов опеки. Деятельность прокуратуры многогранна. Одним из приоритетных направлений является работа с обращениями и личный прием граждан. В 2021 году прокуроры детально рассмотрели свыше 30 тысяч обращений. Из них каждое пятое удовлетворено. Активно ведутся приемы граждан. Прокуроры области и его заместители лично выезжают в районы и города области. Весь год работает мобильная приемная прокуратура. Не теряет своей актуальности уже много лет вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Только за 2021 год на эти цели приобретено 250 жилых помещений. На особом контроле и защита прав участников долевого строительства. В результате принятых совместно с региональным правительством мер достроены и введены в эксплуатацию три проблемных дома в Брянске. Таким образом восстановлены права больше 500 обманутых дольщиков. А права военнослужащих и государственные интересы защищает специализированная прокуратура – военная. Сегодня штат военной прокуратуры Брянского гарнизона составляет 8 офицеров и 4 гражданских служащих. Им поднадзорны более 100 воинских частей и учреждений, находящихся не только в Брянской, но и в Орловской области. За год военными прокурорами рассматривается порядка 70 уголовных дел. Учитывая специфику работы, сотрудники время от времени несут службу и вне кабинетов. Название у нас прокуратура военная, то соответственно и функции мы свои осуществляем. Непосредственно вместе с теми органами, за которыми надзираем, в том числе Министерство обороны. И соответственно, если эти функции исполняются в горячих точках, то в этих же горячих точках оказываются и сотрудники военной прокуратуры. Брянские военные прокуроры несли службу в Сирии, Осетии, участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, за что награждены ведомственными и государственными наградами. Желающим стать военным прокурором необходимо получить юридическое образование, но с обязательным офицерским званием. Таких специалистов готовит, например, Военный университет Минобороны России имени Александра Невского. А пока растет новая смена, действующие сотрудники защищают права и законные интересы людей в погонах и членов их семей. В ведении военной прокуратуры также преступления, совершаемые в воинских частях. Правда, с увеличением числа контрактников в войсках и сокращением срока службы в армии до одного года, проблем с так называемой «дедовщиной» и с уклонистами стало намного меньше. Тем не менее, военная прокуратура открыта для любых обращений. Безусловно, любой гражданин, военнослужащий может обратиться в военную прокуратуру Брянского гарнизона. Практически в каждой части у нас на стендах размещены телефоны горячей линии военной прокуратуры. И, соответственно, по этим же телефонам могут обратиться и родственники военнослужащих в случае возникновения каких-либо проблем, вопросов. Для того, чтобы обратиться с заявлением, обращением, жалобой. Таковой телефон 64-67-71. Это телефон дежурного по военной прокуратуре Брянского гарнизона, где любое сообщение будет зафиксировано, передано мне на рассмотрение, ну и, соответственно, по нему проведена проверка. Нынешние работники органов прокуратуры бережно сохраняют и укрепляют богатый исторический опыт и славные традиции своих предшественников. Связь времен продолжается. Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам, ставятся более сложные задачи. И прокуроры с ними успешно справляются, способствуя развитию демократического правового государства. Во все времена прокурорские работники отличались высоким представлением о долге и своеведливости, неклонным желанием честно и добросовестно служить своему отечеству. Сегодня работники прокуратуры Брянской области – это сплоченный коллектив юристов, профессионалов, традиции и деятельности которых заложили наши уважаемые ветераны. Прошедшие большой профессиональный и жизненный путь, они и сейчас передают свой опыт действующим, особенно молодым сотрудникам. Благодарю весь коллектив органов прокуратуры Брянской области за вклад в укрепление законности и правопорядка. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю новых успехов и достижений, доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин